В то время, когда главы России и Казахстана участвуют во встрече лидеров стран-членов УДКБ, российская и казахстанская молодежь в Сочи. И разговор достаточно серьезный о том, как проявлять инновационную активность, как сотрудничать в агропромышленном комплексе, как взаимодействовать между собой в условиях Евразийского экономического союза. Третий форум, он посвящен вопросам обеспечения продовольственной безопасности. И замечательно, что мы в эту тему включили молодежь. Тема острая. И, конечно, когда мы говорим о завтрашнем дне, я всегда при этом думаю, любой форум – это взгляд в будущее, проблемы – взгляд в будущее. И задаю вопрос, а мы с молодежью советуемся, и мы молодежь спрашиваем, а что ей надо в будущем, и как ее сегодня вовлечь в те процессы, которые сегодня необходимы. На молодежном экономическом форуме представлено 10 проектов по 5 от каждой страны. Это реальные разработки молодых ученых, которые можно будет использовать на производстве. Были отобраны лучшие 5 проектов. То есть приехали победители российского конкурса и казахстанского конкурса. И сейчас они выставлены перед вами. Среди них сейчас будет заседать экспертное жюри, которое будет заслушивать каждого докладчика, выдавать прогнозную оценку, аналитику, возможно, какие-то советы для эффективной реализации. Молодежь из разных университетов обсуждает темы питания и здорового населения. Продумывает о модели села 21 века и о том, чем заполнить продовольственные рынки. Североказахские государственные университеты Ника Забаева предлагают новую технологию производства биогумуса. Соответственно, его применение повышает и качество урожая, и его количество. Без удобрения было выращено около 23 тонн с применением 57. То есть урожайность повышается более чем в два раза. Презентация научно-исследовательских проектов началась сразу после пленарной сессии. Она прошла в формате встречи молодежи с лидерами бизнеса, власти, институтов гражданского общества России и Казахстана. Елена Авсетсина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.